Вопрос, с которого всё начинается, основа основ всех мудрецов испокон веку, это «что есть я?». И это вопрос, который каждый приходит к этому сам, познаёт это сам, самостоятельно, на своём личном опыте. Поэтому вот, если я что-то вам скажу, что «вы есть то, вы есть это», то это всё равно ничего не даст. Вообще, на пути к просветлению всё, что говорят кто-то, другие люди, это лишь просто указатели, это какая-то помощь, но всё основное, всё нужно получить только из личного опыта, из индивидуального опыта, из своего опыта, а не из того, что кто-то что-то сказал. Вот, ну, я сейчас говорю свой опыт, но это не значит, что вы должны его перенять. Вы, вам нужно прийти к этому самим. Так вот, что есть я? Я – это мысль. Да, это мысль. Мысль возникающая. Это даже не то, что мысль. Это некая связка, клубок, где мысль «я» и эмоции, и чувства, и ощущения тела, вот это всё, они, вот это всё как бы в одной связке, в одном клубке. И всё это находится под управлением мысли. Я. И вот, кто знаком с компьютерными технологиями, знает, что при старте компьютера, допустим, когда загружается операционная система, есть такие процессы, задачи называются, Windows, которые, они грузятся с самого начала, и они исполняются, то есть, человек об этом даже не знает. там множество процессов, которые исполняются, выполняют всякие дела в компьютере, они не создают окон, никак себя не выдают, не показывают, но это не значит, что их там нет. Они работают постоянно, всегда, пока компьютер включен. И вот мысль «я» это именно такая мысль. Она не приходит и не уходит, она приходит, как только мы просыпаемся, и остается до того, как мы засыпаем. Вот. Она постоянная. И эта мысль, она требует много ресурсов психики. Она забирает эти ресурсы. Это, в общем, такая довольно обременительная ноша. вот. И эта мысль «я», она, мы говорим, допустим, «я думаю о том-то». Получается, что вот эта мысль «я», она как менеджер мыслей. Она запускает какие-то, вот надо подумать о чем-то, и, значит, она запускает мысль другую, которая думается. Потом эта мысль переходит в другую мысль, третью так. А «я», оно как бы вот регулирует эти мысли. Вот. Если нужно выполнить какую-то задачу, значит, опять-таки, там, ремонт автомобиля, значит, запускаются задачи, связанные с ремонтом. вот, как это сделать, обдумывание начинается, как, что, или там, готовка пищи, то же самое, там, нарезать в овощи, там, то, все, 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 что нужно, там, вскипятить воду. Вот. И, в общем, у просветлённого, в принципе, всё идёт так же. Мысли, они не вот как, как попало в голове, сами по себе возникают, хотя они, да, они возникают сами по себе. Но, и есть мысль, которая тоже этим управляет, и эту мысль можно назвать, я. В общем, ничего такого, разница лишь в одном. У просветлённого есть наблюдение, есть, даже не наблюдатель, а сама жизнь, открытая, она наблюдает. И она прекрасно видит, что такое я. Что такое вот, что я, это просто мысль. Что она просто исполняется, ну и прекрасно, исполняется и хорошо. вот, вот, и допустим, нет сейчас необходимости в каких-то мыслях, не всегда же есть необходимость в мыслях. Вот я просто сижу, мне нечего делать, я просто есть. Я просто живу, мне не обязательно думать. Всё это, просто мысли отдыхают, они ничего не делают, их нет, они не возникают просто. Я просто сижу без мыслей. И нормально. Вот. У обычного человека мысли навязаны, они идут всегда. И нет просвета между ними. И ещё важно. Человек, сознание человека находится внутри этих мыслей. Оно как бы со всех сторон окружено в самих мыслях, и мысль для него как некая реальность. Он не видит мысль просто как процесс. Ему кажется, что мысль это реальная, это вещь. Вот я это реальный, что мысль это реальная. И для того, чтобы вот это открылось, нужно единственный способ. Это нужно выйти за пределы собственных мыслей. Выйти в безмыслие. В такое пространство, где мыслей нет. и это это откроет очень большую возможность. Это даст возможность увидеть свои мысли со стороны. И только увидев их со стороны, сразу станет ясно, что это такое. Это это не мысль будет понимать, что это такое. Это просто будет видеться. Это будет наблюдаться. Вот. И необходимо стать наблюдателем. для того, чтобы наблюдать собственные мысли. мыслей.